В общем, мы сейчас начнем с Блица. Ну, знаешь, что такое Блиц, да? Да, безусловно. Когда задается вопрос, а на него нужно получить быстрый ответ. Думать на Блиц вопрос нужно, ну, секунду. Секунду думаешь, сразу выдаешь ответ. Вариантов нет. Вариантов нет. Хорошо. Все варианты у тебя в голове. То есть, какой вариант тебе пришел в голову. Ну, сейчас мы попробуем, будем потом общаться периодически, ладно? Хорошо. Хорошо? Ты готова? Да. Наш камер готова? Всегда готова. Раз, два, три. Поехали. 7,8. 35. А как расшифровывается ФК, ЦСК? Футбольная команда ЦСК РУВИ. Где играют 11 на 11? В хоккее. Продолжим. Каждый охотник желает знать, где сидит... Где сидит пазан. Пазан. Что такое крона? Это, наверное, при дереве что-нибудь такое. Кто снял «Джентльмена удачи»? Какой-нибудь Стивенс Гилберг. Сколько букв в слое «Комиссар»? 9. Чем играют в хоккей? Клюшками и шайбами. Правильно. Как в жизни зовут Лару Крофт? Лариса. Кто такой буцефал? Человек, имеющий какие-то определенные недостатки. Где находится Черногория? На Чернобыле. Чем... Чем... Нет. Что будет, если соединить кислород и водород? Вода. Что такое черный континент? Америка. Что такое филателлист? Человек, который много думает. А какого цвета звезды? Белого и блестящего еще. Почему Пизанская башня кривая? Потому что там не хватает, внутри немножечко у нее кирпичиков. А кого есть муравьед, если поблизости нет муравьев? Других муравьев, более мелких, розовеньких. Какое самое большое число? Сто. Тысяч. Миллионов. Триллионов. Неведомое число. Почему Герасим утопил му? Потому что она мешала ему ловить рыбу. Поехали дальше. Почему дорогу переходит по земле? Потому что машины видели, что белые полоски. И давали переходить людям. США это Соединенные Штаты Америки. А чем они соединены? Континентами. Чем занимается вратарь в волейболе? Он ловит мяч. Где находится интернет? Интернет в пространстве. Везде. Вообще везде находится. Что такое Буэнос-Айрес? Город, где еще фильмы снимаются бразильские. Две головы хорошо, а четыре? Лучше. А восемь? Еще лучше. А шестнадцать? Перебор. Какой предел? Сто. Ой, не сто, а меньше, меньше. Десять предел. Последние слова Пушкина? Он, наверное, сказал, что он вот эту дуэль посвятил своей любимой девушке. Но, если честно, точно не знает, потому что не была там. Что будет, если выпить пять литров воды? Человек ловнет. Как называется новый альбом Сергея Зверева? Какой-нибудь «Я хочу тебя, бэйби». Чем пахнут проблемы с милицией? Тюрьмой. А какая машина у Моисеева? Бентли? Голубая. Что нельзя есть с кетчупом? Майонез. Правильно. Все, близ закончился. Спасибо. Мы закончили с близ. Это ловли. Дальше пойдут вопросы. Ну, где мы с тобой просто будем общаться. Я буду задавать вопросы, ты мне будешь на него отвечать. Хорошо? Вопросы тоже долго не думай, просто говори. Все, что придумаешь. Хорошо? Хорошо. Поехали. Сколько чудес света? Семь чудес света. Это я точно знаю, потому что я читала книжку. И там написано, что семь. Она называется «Энциклопедия для школьников». И там... Когда я домой читала? Я, если честно, в одиннадцатом классе. И там, в общем, рассказывают, что семь чудес света, но выжило только одно. Это пирамида. Они находятся в Египте. А можешь перечислить вот эти пирамиды? Сейчас скажу. Это сады Семирамиды. Потом скульптура... Там один храм с колоннами. Я не помню, если честно, точно где. Потом скульптура Зевса. Потом, сейчас скажу... Но я не помню сейчас эти семьи. Это сложно же запомнить. Я помню только то, что пирамида сохранилась в Египте. А больше ничего не сохранилось. Отлично. Согласен. Вот такой вопрос еще. Какие перспективы тюленеводства? Ну, мясо очень выгодно. Ну, их кожу можно использовать для сумочек, для женских. Я, конечно, не знаю сумочек женских тюленей, но я считаю, что их кожа очень прочная. И сумочки в дождливую погоду, они будут тоже очень прочь. Также, например, их мясо можно подавать в дорогих ресторанах. Это будет как эксклюзивное блюдо. Мы же кушаем лапки лягушек. И вот так, мне кажется. Есть перспективы. Да. Особенно сумочек. Если я хочу приобрести новый бумеранг, то как мне избавиться от старого? От старого? Ну, по-любому нельзя его выкидывать, потому что он вернется. Мне кажется, нужно что-нибудь с ним такое сделать, особое. Либо нужно его разломать на несколько частей, либо сжечь. Ну, существует очень много способов, как бы я знаю. Нужно что-нибудь с ним такое сделать. Или куда-нибудь выкинуть, но чтобы никто не видел этого. Стой, вот как? Выкинуться ночью, одеться нужно соответствующе. Ну, то есть, костюм бумеранга? Нет, костюм бумеранга, мне кажется, слишком заметно будет. Чтобы никто, люди не подумали. Нужно одеться. Чтобы никто, люди не подумали? Да. Что такое нужно одеться, чтобы тебя не видели, что ты был в лес? Нужно нормально одеться, нужно что-нибудь темное одеться, чтобы не видно было. Вот, потом пойти на мусорку, либо выкинуть, либо еще один вариант, в общем, пойти в лес. Если я вечером одел черное и пошел на мусорку, есть вероятность того, что я пошел выкидывать бумеранг. Да. Потому что это как бы люди, ну, могут некоторые детишки потом подобрать и играть с ним. Да, она сейчас часто от того, что дети подбирают. Да, я тоже так считаю. А новые, чтобы купить, нужно... Ну, в принципе, зачем покупать новые, если есть старые, в хорошем состоянии. Ну, думаю, что мы разобрались. Вот еще такой вопрос. Почему, чтобы закончить работу с Windows, нужно нажать пуск? Потому что пуск — это определенная программа. И там существуют различные команды, выключение, включение, программа, документы. Я знаю, потому что у него самой есть компьютер. И чтобы вот это меню нажать, нужно именно оттуда. А по-другому никак. Только если вот из розетки вытащить. По-другому никак нельзя выключить. А, ну, правильно. Только если из розетки выключить. Такой вопрос тебе вот здесь подумать, наверное, придется. Почему самолеты не делают из того же материала, что и черный ящик? Потому что самолет же, когда, вот, например, летит, 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 летит самолет, авария, и самолет разбивается, от него совершенно не остается никаких частей. То есть эти обломки, они сгорают. А вот черный ящик, он составлен из особого специализированного материала, металла, который, он, ничего с ним не случается. Да, потому что, когда потом люди приходят на место катастрофы, они ищут, где же, где же черный ящик, ищут, ищут его везде. И потом все-таки они его находят и слушают голоса людей. А из чего он сделал? Он из особого черного материала, который неведом моему уму. Понятно. Такой вопрос себе еще. Вот как можно узнать, когда у тебя кончились невидимые чернила? А мне кажется, нужно посыпать мукой в чернильницу. О, нет. Да, нужно посыпать в чернильницу мукой, и, соответственно, там будет видно, что-нибудь там есть или нет там чего-нибудь. Если там что-нибудь есть, значит, они, соответственно, не закончились. А если нет, то, соответственно, все, закончились. Я так считаю. Смолова, повтори сейчас еще раз то, что сготовано. Я считаю, что если чернила закончились невидимые, нужно посыпать туда внутрь муку. И если чернила закончились, если мука просвечивает, то, соответственно, значит, чернила не закончились. А если ничего нет, не просвечивает, значит, они закончились. И там остается просто мука. Ты похожа на моего препода. На преподавательницу, наверное. Она ничего, что ли, была? Ну, пойдем. Еще такой вопрос, смотри. Вот если кошка гуляла сама по себе, откуда у нее котята? То, значит, если она гуляла, соответственно, без котов и без сего, то, значит, соответственно, я так предполагаю. Если никто не везет с котами, значит, какое-то невидимое существо. Например, невидимый кот к ней подошел, и у нее потом появились котята. Ну, подошел, в смысле, сделал свое дело, и потом уже через 9 месяцев мне появились котята. Потому что так от ничего же не можно быть, мне кажется. Ну, хотя я не знаю. Ну, точно не знаю, не могу сказать. Понятно. Почему, несмотря на то, что геи не размножаются, их с каждым годом все больше? А потому что парни понимают, что быть девушкой это круто. И они больше всего примеряют женские наряды, женские брючки, всякие юбочки, футболки, и понимают то, что быть женоподобными это круто. И поэтому они становятся геями, влюбляются друг в друга, смотрят друг на друга и видят, ой, какой красивый мальчик, да, и этот красивый. И поэтому вот так происходит то, что их все больше и больше и больше становится таких парней. Такой ориентации голубой. Понятно. А почему солнце делает кожу темнее, а волосы светлее? Потому что вот солнце, это все равно, что солярий. То есть, когда ты приходишь в солярий, ты загораешь, и твоя кожа темнеет, а волосы ты закрываешь под шапочкой, поэтому они ничего с ними не сделаются. Я так считаю. Извини, небольшая поправка. Ты, когда разговариваешь, понятно, что эмоционально все хорошо, руками по столу лопаешь, звук идет. Да, да, да. Все остальное без проблем хорошо. А почему волосы светлеют? Волосы светлеют, ну, потому что волосы находятся под шапочкой. Когда на них воздействуют ультрафиолетовые лучи, происходит химическая реакция. Как называется? Химическая реакция, я даже не могу сказать точно, потому что... Примерно? Примерно химическо. Биосинтез какой-нибудь, наверное, происходит. Вот, и потом волосы, в общем, внутри становятся то, что темнее. Ой, светлее наоборот, да. А если, например, человек идет под солнцем, 30 градусов без шапочки, то солнце действует на человека, тоже на голову, и поэтому волосы светлеют сами по себе. А почему слово аббревиатура такое длинное? Потому что оно, наверное, французское. Наверное. Почему есть семейные трусы, но нет семейного бюстгальтера? Ну, потому что семейный бюстгальтер, семейные трусы, это только для парней, потому что им все равно, по сути, что одевать. Они влезают, как в шорты. Семейные трусы для них такой универсальной одежды, что они у них и дома, и на работе, и на улице, и даже на пляже у них купаются. Это для них, они могут даже одни трусы носить, мне кажется, месяцами. Вот, а семейный бюстгальтер... А я не спрашиваю, но у них сколько они носят трусы. Ну, там, месяц носят, или человек, там, год. Вот, а бюстгальтер... У тебя есть такие знакомые? Я, если честно, но мне кажется, что есть, наверное. Откуда такие предположения? Потому что, когда иногда наблюдаю у них из штанов, те же сам трусы просвечивают. Ты часто наблюдаешь? Нет, у них вид не между штанов, а сбоку штанов. Как часто смотришь ты? Ну, когда они иногда наклоняются, это я не смотрю, это просто видно невооруженным взглядом. А то, что месяц назад зеленые трусы у него с лягушками были, и после месяца назад точно такие же трусы. Это непроизвольно, я даже не смотрю. А девушке смены без галтера не существует, потому что он как бы слишком большой, и такой еще в груди не придумано. Как ты думаешь, какая самая большая вы у Тибири? У меня? Вопрос из сферы мифологии. Чем отличается Геракл от Геркулеса? Геркулес — это крупа вообще-то, если что. Геракл — это герой из греческих легенд. Когда я была маленькой в пятом классе, я читала греческую легенду про Геракла. То, что он там какие-то поступки совершил, за что люди его стали уважать. Вот, еще мультик такой есть по СТС. А Геркулес — это каша, которую меня мама заставляет есть каждое утро. Она очень невкусная. Это как бы существенное отличие. Я думаю, это вопрос вообще... А как ты думаешь, Геракл и Геркулес — это не один тоже человек? Ну, если Геркулес в каше очень полезно, то знаю. Ее создал Геракл. Как ты думаешь, Геркулес может быть братом Геракла? Нет, он один был. Я когда читала в пятом классе мифологии, он точно был один. Геркулес — это может быть по-другому как-то название. То, что Геракл, каких-то странных Гераклов, каких-то Геркулес. Так, к сожалению, я вынужден тебя расстроить. Геракл и Геркулес — это один тоже человек. Просто в различных мифологиях он объяснен по-разному. Да? Значит, получается, я кушаю кашу, которую кушал сам Геркулес? Ой, сам Геракл? Да. И она сохранилась до такого времени? Да. Как здорово так. Я теперь буду кушать эту кашу, чтобы быть такой же сильной, как Геракл. Продолжаем. Вопрос «Столица Японии». Токио. Отлично. Это я точно знаю. Вопрос на смекалку. Угу. Что легче, один килограмм пуха или один килограмм железа? По сути, один килограмм пуха. Но если вопрос на смекалку, значит, там что-то не так. Соответственно, легче один килограмм железа. Продолжение следует... Продолжение следует...